Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы решили на этой неделе поговорить об ангелах и демонах Может быть фамилия Браун каким-то образом где-то у меня там ковыряется Может быть еще что-то Ну вот возникло такое непреодолимое желание Известно, что самый простой способ побороть непреодолимое желание Это взять и его реализовать Поэтому уж извините, пожалуйста Я буду заниматься реализацией непреодолимой Значит, как обычно мы разбили это на главы И сегодня мы будем говорить об ангелах Ну, правда, ангелах таких не совсем ангельских Вот, но ангелы террора Сегодня речь пойдет о людях Которые по тем или иным причинам И, собственно, это главное Зачем мы про это говорим Попытаемся рассмотреть, какие причины Могли привести людей в террор То есть в такую деятельность Разовую или постоянную Сегодня и так, и так будет Когда совершается покушение И это покушение связано не только с личными мотивами Причем начнем мы с человека Достаточно хорошо нам всем известного Но при этом известного в варианте Не реальном, а литературном А разница очень большая Который как раз совершил свое единственное знаменитое покушение По вполне личным мотивам Но получилось так, что общественная реакция Не позволила остаться в этих рамках Он убивал по личным А общество рукоплескало ему Потому что это было выражением Чайней, значительной этого общественной части Речь идет о лейтенанте Джоне Фелтоне Или Фельтоне, как у нас его привычно Транскрибируют вслед за переводчиками Который в свое время Убил герцога Бекинга Значит, гениальный Дюма Взял кусочки правды Кусочки сомнительной правды Кусочки почти несомненной неправды Густо замешал это все на своей совершенно фантастической фантазии И получилась красивая история Которую еще больше разукрасил Юнгвельд Хелькевич Потому что вот это знаменитое имя-сестра Имя, это, конечно, одна из главных Как мне кажется, актерских и режиссерских удач Этого в целом очень хорошего фильма Вот, когда у Фельтона для убийства Бекингема И мотив религиозный Потому что Фельтон у Дюма суровый пуританин А Бекингем шалопай И фаворит короля Которого подозревают в том, что там, так сказать Он тайный католик и так далее Красивая, очень красивая история Внезапно вспыхнувшей страсти Фельтона к Миледи Опытной, естественно, интриганки Обольстительницы Вот этого ничего не было Любовником Миледи Как раз был в свое время Бекингем И я имею в виду Любовником не реальной Миледи А ее одного даже Я бы сказал, из ее исторических Прототипов Вообще, надо сказать, что Все, за что Герцог Бекингем В своей жизни брался Оно все проваливалось За единственным исключением Кроме амурных похождений Вот здесь он был Если не чемпионом Да, то по крайней мере Таким, как говорят тренеры Твердым зачетником Ежели взялся, то обычно получалось Злые языки утверждают Что даже, так сказать Пол в данном случае Не имел большого значения Поскольку отношения Герцога с королем Суть по сохранившимся письмам Они сохранились Подлинность их не вызывает Ни малейших сомнений В общем, несколько выходили За рамки отношений Между двумя политиками Поэтому, когда вы говорили Фаворит короля Тайный католик Я поэтому Немножко ждал другого Да, но теперь услышал Настолько многообразно Это все, что Об одном можно было бы Сделать целый утренний разворот А то грядише не один Но этого в нашу цель не входит Потому что это как раз От действительности не оторвано А мы, как известно, берем только Абсолютно оторванное От действительности кикса Так вот, реальный Джон Фельтон Убил герцога Бекингема По причинам глубокой личной обиды Фельтон классический неудачник Вот у него, в отличие от Бекингема Не получалось вообще все Все, единственное, что у него получилось В конце жизни, это убить герцога Вот тот, так сказать Он, пожалуй, впервые в жизни Что называется, смог А так, он из такого Низового офицерства И, значит, вот У меня есть товарищ Который по своему первому образованию Которым он уже давно не пользуется Военный переводчик Так вот, он любит со смехом вспоминать Что военных переводчиков в войсках Называли 15-летний капитан Имея в виду не то, что они в 15 лет Становились капитанами А то, что они в этом звании Которым обычно пребывают офицеры Три-четыре года, да Они пребывали по 15 Потому что военным переводчикам Расти особенно некуда Так, так сказать Штатные расписания Составлены Но вот он такой 15-летний лейтенант И его это ужасно Огорчало Огорчало, раздражало И потому что на жаловании Это сказывалось Он постоянно испытывал нужду И потому что ему казалось Что именно из-за того Что вот он уже не молодой человек А в таком несерьезном звании Что вот из-за этого У него с людьми не получается А с людьми у него не получалось Потому что, видимо, он был социопат Мизантроп Его действительно презирали офицеры Его не любили солдаты А ему казалось Что вот если он сейчас станет Из лейтенантов капитаном То все пойдет на лад И вроде как начинало получаться Там в одной из экспедиций Значит, умер капитан Командир роты И Фельдтон Как самый старый По стажу и возрасту офицер Вроде как Прямая дорога была ему в капитана И его опять обошли В общем, он ужасно И по этому поводу переживал И в какой-то момент Да, он был Помимо всех своих Замечательных качеств Которые он уже писал Он еще был такой, знаете Сутяга, кляузник Он вот эти все Свои личные переживания Оформлял в виде заявлений Жалоб Настолько Что даже нанял Специального переписчика Потому что Какую-то его жалобу Завернули По причине Нечитаемого почерка Ах так, да И на последние деньги Нанял, значит Специального человека И вот как-то Он пришел к себе домой Увидел, что этот человек Вместо переписывания Очередной его Значит, слезницы Переписывает Некую листовку Некий памфлет Направленный против герцога Бикингема А Бикингем был Фантастически Непопулярен В Англии По целому Так сказать Списку причин Он говорит Ну-ка дай-ка почитать Прочитал И у него глаза Открылись Так вот Кто виноват Во всех его бедах Я сейчас не буду Логику пытаться Воспроизвести Она такая Вполне бытовая У нас Сотни тысяч Офицеров В 60-е годы Так же Хрущева Так сказать Винили Во всех своих бедах Но если Хрущев действительно Имел отношение К значительному Сокращению армии Причем Непосредственно То Бикингем К большинству Страданий Фелтона В общем Никакого Но вот У него Это сложилось Он пошел И его убил Убил На суде Во всем признался Ничего не скрывал Был повешен Все нормально Реакция Общества Завалили Короля И Так сказать Приближенных Королю Людей По военной части Офицерскими Письмами Надо Что-то Сделать Для того Чтобы почтить Память Того Кто недавно Был Нашим Боевым Товарищем Они Недавно Вообще Смотреть В его сторону Не хотели Считали его Последним Идиотом Который Когда-либо Служил Его величеству Британскому Английскому Точнее Королю И вот Он Посмертно Превращается В Откуда Такое уважение Появилось А вот Можно сказать От одного Что называется Удар кинжалом Вот так Вот Вот и Знаете Вот Решай После этого Кто в этой паре Счастливчик А кто нет Да Потому что Посмертная слава Бекингема Шалопай Раздолбай Один из худших Английских Государственных Деятелей Своего времени А Фельтон Благородный Убийца Тирам Потрясающе Да Ну это Как раз Вот пример Ситуации Когда Человека Не просто Убийцей А именно Террористом Сделало Общественное Мнение Ну а вот Следующий Наш персонаж Это Человек Который Который На Высокопоставленного Чиновника Петербургского Генерал-губернатора Федора Федоровича Трепова Старшего Мстя за Человека Которого Она Даже Не знала Иногда Я встречал Там Всякие Романтические Истории И Значит Студента Боголюбова Называют Там Ее Тайным Возлюбленным Чуть ли не Официальным Женихом Они Никогда В жизни Не встречались 6 декабря 76 Года В Петербурге На площади Перед Казанским Собором Произошла По тем временам Весьма Обозначительная Около 200 человек Сегодня Она тоже Опять была Обозначительной Демонстрация Под лозунгом Земли и воли Естественно Как это обычно Бывает Во все времена Основу демонстрантов Составила Учащаяся Молодежь Вот Полиция Это все дело Разогнала Похватала Всех До кого Дотянулись И среди Прочих Схваченных Был Бывший Студент К этому Времени Уже Переставший Быть Студентом Архип Петрович Емельянов Который Фигурировал Под псевдонимом Алексея Степановича Боголюбова В демонстрации Он не участвовал Как он заявлял Он проходил Мимо Вранье Конечно Не просто Так он там Оказался Но у него При себе Был револьвер А я А я Ходил Пострелять Потренироваться Значит Надо сказать Что в то время Ношение оружия Запрещено Само по себе Не было Запрещено Было Его Применять Не по делу А так Я иду Из тира Вот у меня С собой Револьвер А что Такого Но поскольку Он с этим Револьвером И с репутацией Человека Имеющего Непосредственное Отношение К народническому Движению Оказался В этот момент В этом месте Его признали Не просто там Участником Демонстрации Одним из организаторов И приговорили К каторги Немного Немало Но приговор Еще не успел Вступить в силу Это абсолютно Важно Для этого дела Он содержался Как пока еще Предварительно Арестованный Значит Он содержался В петербургской Тюрьме Туда В исполнении Своих обычных Обязанностей С обычной инспекцией Явился Генерал-губернатор Почему-то Втрепов Был уже заранее В очень раздраженном Состоянии Вообще был человек Вспыльчивый Такой самодур Вот он встретил Группу заключенных Которая недостаточно Быстро сняла шапки При его появлении Он на них наорал Они от греха Подальше Они на прогулке были Они от греха Подальше Значит Укрылись за углом А его понесло По противоходу И они за углом Опять с ним встретились И опять Недостаточно быстро Точнее Они вообще Так остолбенели Что они от него Уходили И вот он опять Что они вообще К шапкам даже Не потянулись Он велел Выпороть Боголюбова Он не имел Права Тех в отношении Которых Каторжный Приговор Он уже вступил в силу По тогдашним законам Имел А его не имел Он еще не Каторжник Но Боголюбова Выпороли Потом Видимо Под воздействием И вот этого Тоже Он постепенно Но бесповоротно Сошел с ума И в общем Этим Жизнь свою И закончил Об этом Было известно И вот Засулич Которая находится Даже не в Петербурге А на Украине В это время В такой Полицейской Административной Ссылке Она уже К этому времени Имел Кое-какое Прикосновение К революционным Организациям Проходила По Нечаевскому Знаменитому Делу То самое Которое легло В основу Бесов Достоевского Но ее Судебного Приговора Не было Ее полиция В административном Порядке Сослала Потом Она там Участвовала В организации Студенческих Крестьянских Волнений Ей добавили Устрожили ссылку В общем Одним словом Узнав Обо всей этой Истории Она начала Ее переживать Вот Бывают Люди Которые Способны Несправедливость Не имеющую К ним Никакого Непосредственного Отношения Воспринимать Так Как будто Это случилось С ними Или с кем-то Из их Близких Друзей И более того В отличие Опять-таки От большинства Людей Она По мере Того Как шло Время Переживала Ее Все острее И острее И что же Делает Вера Ивановна Она Отправляется В Петербург Нелегально Останавливается Там у своих Знакомых Ей добывают Небольшой Дамский Револьвер Который Она Прячет В муфту Она Записывается На прием К генерал-губернатору Как простая посетительница А это просто было? Ну Это Можно было Это можно было Другое дело Что Так в общем Ей повезло Что в первый же день У нее Получилось Ты пронести Пронести Вальвер Так вообще Конечно Серьезно Да Нет Ир Но на самом деле Нам сегодня Когда нас На входе В метро Там могут Осмотреть И даже В некоторых Случах Обшмонать Нам трудно Себе представить Насколько Полтора столетия Назад В этом смысле Все было Безалаберно Даму Не нравится тебе Государь Приходишь Даму Да Так сказать Ну как можно Даму Прилично Выглядящую Обыскать Конечно Да Какую там Крестьянку Ладно Еще раз говорю Скорее всего Ее бы не приняли Ее и не приняли Она дождалась Пока он вышел По своим делам В приемную И там В него выстрелило Да Но вот то Что он вышел То что ее Туда допустить Получилось А у Тряпов Был ранен Несмертельно И даже В общем-то Не опасно Я не буду Сейчас рассказывать Историю Почему ее Оправдали История Это совершенно Замечательная В ней очень много Всяких интересных Подробностей Но она Имеет Вы ему говорите Очаровала Нет Вот Засулич Была человеком Абсолютно Не способным Никого Очаровать Поэтому Некоторые Злые люди Даже говорят Вот она Пришла в террор Потому что Не смогла Реализоваться Как женщина Слушайте Ну так Можно все что угодно На свете Объяснить Да Причем не только В случае женщин А почему Вы это сделали А потому что Я по-другому Как мужчина Не могу Реализоваться Я не то чтобы Хочу сказать Что таких случаев Не бывает Да полно Так сказать Людей делают Всякие вещи Которые Посторонним Кажутся Глупостями Потому что Им хочется О себе Погромче Заявить Ну вот В случае Засулич По моим Представлениям Это не так Это вот Действительно Какое-то Обостренное Чувство Невозможно Жить Когда такое Творится Да Вот Сейчас у нас Вошло в моду Выражение Испанский Стыд Да Но как я Его понимаю Это способность Переживать Хотя тебя Вроде как Да Тебе-то Переживать Не за что Но вот тебе Все равно Стыдно Вот у Засулич Был какое-то Такое чувство И знаете Я хочу сказать Мне не просто Так кажется Вся ее дальнейшая Жизнь В общем На это указаны Да Начав Как Пламенная Революционерка Она в конечном Итоге Придет К отрицанию Революции Не вообще А вот той До которой Она доживет Она станет Свидетелем Октябрьских Событий Семнадцатого Года Умрет от болезни В Петрограде В девятнадцатом Не приняв Социалистической Революции За которую Вроде бы Всю жизнь Боролась Почему не приняв А потому что Это не та революция Не так совершенная Революция Следующий Знаменитый Случай Это Софья Львовна Перовская Пример того Когда казалось бы Но совершенно Не работает Классовая Теория Засулич Тоже Дворянка Но ее Так сказать Предки Обедневшие Польские Дворяне Кроме как По бумагам В общем Дворянами По сути Даже и не были Ничего у них Особенного Не было Перовская Извините Праправнучка Кирилла Разумовского Последнего Гетмана Украины Ну предпоследнего Если считать Того Гетмана Который У Булгакова В Белой Гвардии И Представительница Графского Рода Да Вот Максим Сейчас наверняка Вспоминает Знаменитого Оренбургского Генерал Губернатора Василия Алексеевича Перовского Да Вот он Софье Львовне Двоюрный Дедушка Она его Внучатая Племянница Вот Поэтому А он незаконно Рожденный сын Графа Перовского Соответственно Там У него Большая была Семья Ну там Да Там действительно В Перовских Разобраться Не очень В смысле Такая фамилия Которая действительно Была представлена В элитах Ого-го Как Была представлена И хотя Отец Софьи Львовны Один из самых Может быть Таких Вот Непредставленных Но даже Он на минуточку Штатский генерал Действительно Штатский советник И Петербургский Гражданский Губернатор То есть Заместитель Генерал-губернатора Скажем так По Хозяйственно Административным Вопросам Да Такой Председатель Исполкома Гурсовета При первом Секретаре Обкома Да На советские Деньги Вот То есть Тоже Все равно Конечно Фигура В чиновном Мире Очень Крупная И вот Она В знак Протеста Против Образа Жизни Родителей Против Родительского Давления Уходит Из семьи Там Явно Совершенно Начинается Все С такого Личного Подросткового Протеста А затем Становится Идейный Революционеркой Успешного На Александра Второго В этом Никаких Сомнений Нет Таких Такие Вещи Просто В приступе Истерики Плохого Настроения Не делают Да На сознательной Конечно Ну И Пожалуй Самый Такой В русской По крайней мере Истории Во французской Можно было бы Встретить Вспомнить Шарлотту Карде Например Убийцу Марата Вот Этот пример Когда Убивают От отвращения Когда Личность Человека Вызывает Ну Такую Просто Вот Ненависть Хотя Опять же Лично Тебе он Ничего Не Сделал Ну Вот Как Можно Жить Когда Такая Скотина А Марат Был Удивительный Конечно Приведу Вам Пример Но Максим Честно Говоря Я Зарапортовался Я Обещал После Сюжета Оперовской Поскольку Она Имеет Некоторое Отношение К Оренбургу Дать вам Слово Вы хотели Вспомнить Один Далеко Не такой Известный Случай У вас Прекрасный Идиот Тем более У вас Такая Женская Подборка У меня Отступление Хорошо Давайте После Меня Потом Значит Да Это Мария Александровна Спиридонова И Если Перовская Некоторым Образом Через Землячество Не чужая Вам То Мария Александровна Мне Просто Как Родная Потому Что Мой Прадедушка Был Ее Учителем В Гимназии Она Училась В Единственной Тамбовской Государственной Женской Гимназии А единственным Учителем Истории Географии Был Мой Прапрадед То есть Вся ответственность На нем И на вас Ну На мне Наверное Нет Да Праправнук За прапрадеда Вроде как Не очень Отвечает Но Он Как Учитель Двух Идеологических Предметов Истории Географии Как мне Кажется В какой-то Степени Разделяет Определенную Ответственность Но Вообще Там Весь Педсовет Конечно Хорош Они Имели Основание Из последнего Класса Исключить За Прикосновенность К революционным Кружкам Но Дали Ей Закончить Да А может Исключение Ее Вовремя Это На нее Бы И подействовало Так вот О Жанне Поле Марате Да Личной Неприязни К Человеку Который Вроде Как Тебе Ничего Не Сделал Я Хотел Привести В качестве Характеристики Этого Человека Буквально Одну Фразу Это Марат Из его Газеты Друг Народа Перестаньте Терять Время Изобретая Средства Защиты У вас Осталось Всего Одно Средство Это он Обращается К своим Читателям О котором Я вам Много Раз Уже Говорил Всеобщее Восстание И народные Казни Нельзя Колебаться Ни секунды Даже если Придется Отрубить Сто Тысяч Голов Вешайте Вешайте Мои дорогие Друзья Это единственное Средство Победить Ваших Коварных Врагов Если бы Они были Сильнее То без Без всякой Жалости Перерезали Бо Вам Горло Колите Жих Кинжалами Без Сострадания Вот Кто Так Сказать Прародитель Военного Блогерства Вот Кто Сегодня Восправлял Движение Военкоров Я и хочу Сказать Вот Эта Логика Если бы Они Могли Они Ибо Вам Да Поэтому Вы Их Должны Так Сказать Но Крестобаль Хозевич Успел Первым То что Называется И вот Наша Шарлотта Карде Ее Кстати Действительно Будут Регулярно Сравнивать Мария Спиридонова Убивает Человека Который От Жанна Поля Марата Отличается Пожалуй Одним Масштабом Он Не успел Развиться До Национальных Масштабов Он Имел Масштабы Региональные Но Так Это Абсолютно Такой Жи Кровавый Чистолюбец Которому Вот Эти Вот Призывы К казням И Сами Эти Казни Экзекуции И так Далее Это Средство Наверх Плюс Выражение Его Таких Достаточно Своеобразных Взглядов Звали Этого Человека Гавриил Николаевич Лужиновский Адвокат По образованию Некоторое Время Поработавший По этому Направлению Он Становится Чиновником И В Дни Революции 905 Года Был Назначен Тамбовским Губернатором Советником Губернского Правления Такой Близкий Губернаторский Человек Он Черносотинец Лужиновский Причем Из таких Убежденных Союз Русских Людей Тамбовское Отделение Им Организован И Вот Ему Поручают Подавлять Крестьянские Выступления И Он Делает Это С Таким Рвением Азартом И Пылом Что После Его Руководства Вот Этими Усмирительными Мероприятиями Остаются Трупы Остаются Искалеченные Остаются Сошедшие С ума Остаются Покончившие С собой Один Из таких Случаев Мария Спиридонова Будет Потом Вспоминать В полном сознании Своего поступка Я взялась За исполнение Приговора Когда мне пришлось Встретиться С мужиками Сошедшими С ума От истязаний Когда я увидела Безумную Старуху Мать У которой 15-летняя Красавица Дочь Бросилась В прорубь После Казацких Ласк То Никакие Силы Ада Не могли бы Остановить Меня Вот это Пожалуй Самый Распространенный Пример Прихода В террор Это ситуация Когда Власть Ведет Себя Так Что Никакие Другие Меры Не кажутся Адекватными Когда кажется Что осталось Одно Единственное Средство Все это Просто Уничтаж Помните В одном Из романов Бориса Акунина Фондоринской Серии Если Я не ошибаюсь В Статском Советнике Фондорин Говорит Что-то Я не 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 Привожу Точную Цитату Смысл Такой Что Трагедия России Заключается В том Что Порядочное Дело Правильное Дело Защищают Люди Безнравственные А Борются Против Этого Правильного Дела Люди Благородные И вот Название Ангела Террора Я абсолютно Не симпатизирую Поверьте мне Террору Как средство Я считаю Что убийство Это всегда Самое Последнее Средство И в большинстве Подавляющее Большинство Это вообще Не средство Не надо Рассматривать Но То Что Эти Люди Руководствовались Не собственной Корыстью Не личной Ненавистью А Через себя Пропустили Ненависть Общества Сделались Такими Проводниками Полупроводниками В одном Направлении Вот это Мне кажется Вер Вот Максим Я оставляю Время Для вашего Да Я думаю Просто вы Расскажете Немножко Аспиридоновой Что именно Она сделала И что Из этого Она убила Этого человека Ее схватили Ее жестоко Избили По некоторым Сведениям Изнасиловали Потом Будет Каторга Потом Она выйдет В 17 Году Некоторое Время Побудет На свободе А дальше Уже Советская Власть И в 41 Году Когда Немцы Будут Подступать К тем Местам Где она Будет Содержаться В заключении Ее Расстреляют Вместе С остальными Заключенными Отступающие НКВДшники Абсолютно Страшная Судьба Яркой Интересной Женщины Ну вот Да Нет Вы знаете Просто Говоря Как раз О терроре Это Часто Были Убийства Чиновников Разного Уровня Когда мы Особенно Говорим О начале 20 века И Один Из Кейсов Который Был В Оренбурге Я Очень Прошел Шагами Что называется По Этому Месту Дело В том Что Там Прокурор Области Засиделся В Трактире Точнее Даже В Трактире С Публичным Домом Выходил Он из него Где-то В 5 утра В 5 с чем-то И террорист Который Сэр Который Его Караулил Он Соответственно Знал Видимо Он следил Уже Его привычки И повадки Он Его Ждал И когда Тот Сел В свою Не карету А Боже мой В некую Пролетку Да Он Соответственно Взял По крайней мере В суде Было доказано Что действительно Это не был Сообщник А он Его попросил Какого-то Случайного Извозчика Попросил Обогнать Ту пролетку И в момент Обгона Он Соответственно Достал Пистолет И практически В упор В момент Когда Обгонял Его Расстрелял И Соответственно Был схвачен После того Как он был схвачен Там была Еще Конечно Абсолютно Голливудская История Как его Из тюрьмы Похищали Его товарищи И так далее Но Сам факт Того Что Я просто Запомнил Что прокурор Выходил в 5 утра Из этого Публичного дома И это В общем А Можно было Снать Но самое главное Что находилось Это На месте Напротив Буквально Через дорогу От самого Большого храма Который Был в этот момент В Оренбурге Его потом Снесли В Большевистские Времена Но сам факт Того Что это Так близко Друг к другу Находилось Буквально Через дорогу Меня тоже Все время Удивлял Максим Ну если мы С вами Вспомним Гораздо Более близкие Нам В нашей Жизни Времена То Давайте Вспомним Что в 90-е Годы Человека Очень похожего На прокурора Причем Не просто На генерального Обнаруживали Не просто В заведении Сомнительной Репутации А в бане С девочками Которая Как я понимаю Принадлежала Не какой-нибудь Мадам С немецкой Фамилией А по-моему Солнцевской Или какой-то Долгопрудненской В общем Какой-то Братве Так что я хочу сказать Что наследники Но не через дорогу Но не через дорогу От храма Христа Спасителя Простите меня Понимаете Ну это да Вот чего не было В оправдании Хочу сказать Что программа 200 храмов Еще не действовала Тогда на тот момент Сейчас может Там уже и есть Что-нибудь Ну просто не успели Вовремя Нельзя все успеть Но скажите пожалуйста Максим Я-то этой истории Не знаю Ну то есть Я от вас ее слышал Но подробности Не знаю Он этого человека Убивал Именно Как прокурора Оренбургского Окружного Как должность Или за то Что тот был известен Вот как человек Там как-то Особенно Я думаю Что как должность Потому что СССР На Южном Урале Были очень Распространенной Структурой И уфимского Генерал-губернатора Они тоже Значит Стреляли То есть Там много чего было Это только Один из примеров Ну вот Как раз Ситуация Когда Террор Обезличенный То есть Убивают Человека Потому что Он занимает Определенную Должность А не потому Что у него там Руки по локоть В крови Или еще что-нибудь Такие примеры У нас будут Завтра Завтра мы будем Говорить с вами О демонах О демонах Провокации Потому что Вся вот эта Террористическая Деятельность Не могла Не породить О подстрекателях Грубо говоря Не только Но и о подстрекателях Тоже Потому что Дословно Ажан Провокатер Это тот Кто подстрекает Кто провоцирует Но провокация Неизбежно Начавшись с этого Превратится В гораздо Более Разветвленное Явление Но завтра Поговорим О Судейкине О Дегаеве О Базейфе Разумеется О всей Этой Замечательной Компании Не то чтобы Не было Примеров В зарубежной Истории Но зачем Обращаться К зарубежной Когда у нас Такая богатая И красочная Своенка Ну по поводу Как раз Был ли Кто-нибудь Из них Отмечен Какими-то Особо Кровавыми Пристрастиями Давайте просто Мне кажется Зафиксируем Вот что Зафиксируем Вот что Мне кажется Что Был бы Человек Что называется А истории Про него найдутся Была бы Должность А истории Про него найдутся Потому что Конечно же Восприятие Того Что ты сам Уже работаешь В этой системе А эта система Вон что творит Воспринималось Ими Как достаточное Доказательство Того Что ты такой же Зверь Как и вся система Конечно Конечно Что на самом деле Является заблуждением Потому что В самые мрачные Времена В самых Малосимпатичных Институтах Случаются Отдельно взятые Непотерянные люди Идеалистов Заносят Иногда И Просто Приличный человек Почему-то не успел Оттуда вовремя уйти Бывает такое Редко Но бывает Но Террор Он всегда Основан на Обобщении Он Редко Вникает В какие-то Индивидуальные Такие вот дела И это конечно Одно из главных Против него Обвинение А вы бы Александра Второго Куда бы поставили Как раз Человека На которого Навешали больше Зверств Или А вот Дело в том Что он-то Как раз Самый известный Пример Когда убивали Не за Личные Поступки А потому Что он Олицетворение Систем Уберите Эту подпорку Система Как минимум Зашатается Убираем Подпорку Да В итоге Получилось не то На что рассчитывали В итоге Подпорку убрали Да Но выяснилось Что Без этого Стало В общем Не лучше Думая Над тем Как выстроить Наш сегодняшний разговор Я в общем Ну задался Такой Достаточно Стандартным Вопросом Стандартную Перед собой Поставил задачу Попытаться найти Отца Российской Провокации Полицейской Провокации Провокации могут быть Разные В том числе Были революционные Провокации Разумеется Но вот Кто у нас Такой вот Отец Причем Это речь идет Не о том Кто первый Начал Применять Это найти Просто невозможно Да Потому что Ну например Я знаю Что еще В середине 18 века Был такой Знаменитый Уголовник Дробь Сыщик Эти две профессии Замечательно Сочетаются Ванька Осипов Ванька Каин Да И вот этот Самый Ванька Каин Использовал Свою агентуру Для того Чтобы Людей Провоцировать А потом Что называется На горячем Брать Другой Понятно Что эти люди Были не безгрешные Но тем не менее Это была Классическая провокация С подводом Человека К ловушке Да Так сказать Вот как Птичек ловят Да Насыпают корм Да Сверх Какая-то там Коробка Которая упадет В нужный момент Например Да Или там Мышеловка Та же сам Вот Но это как бы Ну понятно Да Это такой вот Человек Который решал Свои проблемы Таким образом В том числе Ликвидировал Опасных для себя Людей Протыкаешься Я например Испытываю Вот жалость Как получилось Что такой человек С такими задатками Да И вот превратился В это все А ведь его Любил Не просто ценил А именно Любил Пушкин Который из Одессы Пишет Где и что Лепранди Мне брюхом Хочется его видеть Герой Герой 12-го года Герой На самом деле Еще предыдущей Компании 806-807-го Человек Несомненной Личной Храбрости Человек По мнению Большинства Пушкинистов Явившийся Главным Прототипом Сильвио В повести Выстрел Кто из нас В юности Не был влюблен В этого Мрачного Романтического Такого Абсолютно Боиронического Героя Я сегодня Взрослым человеком Я понимаю Что Сильва Фигура Очень малоприятная Ну да Не хотелось бы С этим человеком Оказаться Что за картошным Что за обеденным Столом Но тогда-то Когда нам По 14 лет Сложный такой Да Сложный Весь такой Весь протест Духовный отец Печориным Да Да Вот Так вот этот Самый Сильвио Блин Уже естественно После смерти Пушкина Видимо Первый Предлагает На государственном Уровне Именно Классическую Провокацию Вот то о чем Ирина вчера В конце передачи Говорила От слова Провоцировать То есть Подталкивать К совершению Того что считается Преступлением Хорошо Известное Знаменитое Благодаря Достоевскому Дело Петрашевцев И вот Полиция Кружится Тайная Разумеется Полиция Потому что Собираются Люди В том числе И достаточно Известные Литераторы Бывают Такого Не про Правительственного Лагеря И сам Петрашевский Чиновник Министерства Иностранных дел Значит Возможны связи За границей Понятно Что Внедряется Человек Но Человек Докладывает Ну да Разговаривают Ну вот То Ну вот Все Хочется Чего-то Более Мясо Хочется Материального Чего-то Хочется Взять Не на разговорах Можно взять В конечном Итоге Пришьют Разговоры Но Это Как Называется От бедности Что Предлагает Лепранди Идет Кавказская Война Да Шамиль Еще Во голове Он борется Давайте Подведем Несколько Липовых Горцев Ну Клюнут Ну Не могут Не клюнуть Но Ведь Какая Отличная Так сказать Возможность Целый Мятежный Регион Который Можно Использовать Должным Образом А там Еще Ходят Слухи Об английском Золоте О турецком Золоте Да И Начали Работать И Вроде Как Уже Нашли Двух Каких-то Черкесов Из Императорского Конвоя Дело в том Что Императорский Конвой В том числе Составляли Черкесские Всадники И Вот Нашли Двух Так сказать Офицеров Которые Готовы Вроде бы Были Выполнить Вот эту Роль Эмиссаров Шамиля Но Потом По каким-то Причинам Начальство Которое Вечно Начальство Путается Под ногами Такой замысел Вот Ну не художники Они Вот бюрократы Ну да вот А В общем Провалили Все дело Вот Ну и Второе Так сказать Чем Лепранди Конечно Духовный Отец Российской Провокации Как Всякий Истинный Художник А он Художник Политического Сыска Вот Поразительная Вещь Этот человек Искал Себя В войне Вроде Нашел Но скучноват Потом Война Не каждый День Искал Себя В дуэлях Ну да Классно Ну Задалбывает Вставать Чёрти Во сколько Надо Вы Это Лучше Других Понимаете Что Всё Что С утра Делается Да Вот Устал От дуэли Надоед А вот Это Так Ему И не Надоедало Суть По всему До конца Его Долгой Жизни Он Что-то Там Под 90 Ему Было Когда Он Умер Вот И он Предлагает Учредить Академию Ну Хватит Пользоваться Какими-то Непонятными По объявлению Набранными Кадрами Ну Кто У нас В корпусе Жандармов Ну Армейские Офицеры Которые Перешли За Лучшими Карьерными Перспективами И большими Зарплатами В отдельный Корпус Жандармов Ну Что Это Армейщина Это Дубьёста Еросовая Нужны Люди Вдохновенные Нужны Люди Сами Идущие Что Предлагает Сделать Лепранде Нужно Создать Академию Академию Тайной Службы А где Брать Кадры А знаете К кому Он Предлагает Обратиться Вот Что значит Он Предлагает Спросить Ректоров Университетов Кто Из Студентов По Собственной Инициативе Стучит На Товарищей Это 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 Ценейшие Кадры И Когда Выяснится Что Вот Такой Это Не за Страх А за Совесть Не потому Что Ему Самому Грозят Отчисления А потому Что У него Душа Поет Так Ему Хочется Заложить Однокурсника Вот Этих Ценейших Штучных Людей Нужно Собирать С ними Нужно Беседовать Укреплять Их В их Так сказать Спасительном Намерении И В специальное Учебное Заведение Опять же Зарубиль Очень Низко Да Но Даже В этой Низости Лепранди Есть Некое Совершенство Во всем Вот Уж Взялся Взялся За что-то Так Делать Так По-большому Вот Ей-богу Это Могло бы Стать его Девизом Если бы У него Уже Одного Не было Вот И Тоже Зарубили Потому что Просочилась Идея Все эти Либералишки А это же Время-то Какое Да Пятидесятые Годы Они же Постенку Разявили Опять Все эти Современники С Чернышевским И Добролюбом Ооо Что это Такое Позор Низость Опять Зарубили Мероприятие Мы Собирались С вами Поговорить О том Почему Люди Становятся Провокаторами Вчера Мы говорили О том Почему Люди Становятся Значит Террористами Сегодня Провокаторами Вы знаете Причины Довольно Похожие Примерно То же Самое Страх Чистолюбие И поиск Острых ощущений Не Ну Вчера Помните Было Еще и Обостренное Чувство Справедливости Здесь Как-то С этим Сложнее Было С этим Сложнее Но Нельзя Сказать Что Этого Совсем Нет И Сегодня Мы До Одного Такого Персонажа Доберемся У Которого Было Какое-то Своё Чувство Справедливости И Кстати Говоря Тем Как он Закончил Свою Жизнь Он Это В общем В очередной Раз Подтвердил Но Не будем Сейчас Пять Минуточек Значит Первое Громкое Дело О провокации Вот Действительно Громкое Связано С человеком Который Казалось Бы Совершенно Не Предназначен Для того Чтобы стать Ни Революционером Ни Провокатором Знаете Как он Прожил Вторую Не связанную С революцией Часть Своей Жизни В эмиграции В Соединенных Штатах Сразу Мариарти Вспоминается И более того В одном из Американских Университетов Я проверил До сих пор Существует Стипендия Его имени Которые Награждают Студентов За какие-то Там Выдающиеся Математические Достижения Но Правда Стал не под Своим именем А под Переделанным Он сначала Взял имя Девичью Фамилию Матери Потом Переделал На американский Манер Так что Мать родная Не узнает Настоящая Фамилия Дегаев Человек Который В свое время Прибрел К народовольцам Участвовал В подготовке Одного из покушений Знаменитый Подкоп Подсадовой А потом На него Вышел Георгий Порфирьевич Судейкин Вот Один из Понимаете Демону А также Падшему ангелу Кто нужен Ему нужен Змей-искуситель Вот Сегодня Мы таких Встретим Три штуки Или Может Это был Один змей Просто три разных Его головы Я кстати К этой версии Склоняюсь И вот Георгий Порфирьевич Он такой Иезуит Во всех Смыслах Этого слова В том числе И в классическом Умеет поговорить Побеседовать Да Это вот Не тупое Еще раз повторюсь Армейское дубье В жандармском мундире Который Только пудовыми Кулаками Работать умеет Нет За чайком Да что же вы Батенька Не с нами Да такие люди России нужны Я не случайно Упомянул Про математический Склад Ума Дегаева Я не хочу Совершенно Обидеть Математиков Представителей Безмерно Мною Уважаемой Науки Но вот Мое Многолетнее Общение С способными В этой области Людьми Привело меня К убеждению Что им Свойственно Знаете Такое Неизбежное В их науке Склонность К абстрактному Мышлению Которое Некоторые Вещи Что называется Убирает Знак Вот по модулю Столько-то А что там По вектору У нас не очень Волнует Да И вот это Иногда При правильной Подаче Судейкин Был большим Мастером Своего дела Вот такая Нравственная Глухота Или нравственная Амбивалентность Простите Мне это грубое Русское слово Вот она Иногда Видимо Их Вот в эту Ловушку Заводит В результате Похоже Вот это уже Мой домысел Что он Купил Дегаева Не только На страхе Страх Конечно Присутствует Лучше Дегаев Понимал Что Так сказать Если он Не пойдет На предложение Судейкина То дело Может кончиться Виселицей А в лучшем Случай Каторгой Вот Но помимо Этого Похоже Что Судейкин Увлек его Красотой Решения Задач А ты А ты Смоги А ты Продолжай Став Моим Агентом Работать В революционной Среде И принеси Мне их На блюдечки И вот Дегаев Приносит На блюдечки То что Останется От народной Воли После того Как будут Схвачены Первомартовцы У нас Иногда Складывается Впечатление Что там Практически Ничего не осталось Ну гуляли Какие-то Второстепенные Люди Ничего подобного Там очень даже Осталось Из имен Ну таких Вот имен Так сказать Что называется Всем кто Интересуется Известных Дегаев Выдал Например Веру Фигнер Да Вот Там люди Были тоже Калибра Неслабого Другое дело Что Они так Не прогремели Но они Во многом Не прогремели Потому что Их Своевременно Сдали А дальше Дегаев За границей То ли То ли он Понял Что он Сделал То ли он Опять Испугался Но он Обращается К Льву Тихомирову Тоже Чрезвычайно Интересная Фигура В народническом Движении Который В это Время Такой Фактически Руководитель Народовольца В эмиграции И рассказывает О том Что да Вот вы знаете Я сыграл Такую Вот свинскую Роль В истории Народной Воли Но я Это сделал Потому что Судейкин На самом Деле Вот он Женам Помогал Мы через него Информацию Мы Народовольца Получали Насколько Это правда Я не знаю Может быть Действительно Судейкин Использовал Для вербовки Вот эту Вот личину Двойного Агента Это вполне Так сказать По дальнейшим Методикам Жандармского Управления Вполне Работающий Вариант Может быть Дегаев Придумал Потом Эту историю Чтобы Как-то Оправдаться Но Партийные Товарищи Простые Достаточно Ребята Скали Хорошо Докажи Дело Знаете Вот это Вот все Безумно Напоминает Блатную Этику Да Накосячил Расхлебай Докажи Что ты Честный Фраер Да Они Так сказать Ментовские Там Подстилка Да Докажи Накосячил Убери За собой И мы Опять тебя Посадим Рядом С собой На шконку И протянем Тебе Подружески Кровь Чайферя Убить Судейкина Дегаев Заманил Судейкина На квартиру Там были Еще два Боевика Судейкин Пока Естественно Что-то чувствовал Прихватил С собой Племянника Тоже Жандармского Офицера В качестве Охраны Но двое Против троих Ваши Не пляшут Дегаев Правда Плохо Свою часть Работы Сделал Начал Стрелять Раньше Времени Судейкин Успел Проскочить В ванную Там Запереться Ну Добыли Добили Подробности Не буду Рассказывать Они Вполне Ужасны Убили После чего Партийные Товарищи Скали Ну Молодец Молодец Сам Понимаешь Доверия тебе Нет Но Претензии К тебе Снимаются Живи Как хочешь Только Не попадайся Больше Ну Вот Он Уехал В Америку Занялся Наконец Своей Любимой Математикой Достиг В ней Высоких Степен А под какой Фамилией В итоге Ой Пел Если не Ошибаюсь Пел Потому что Фамилия Девичьей Матери Была То ли Полякова То ли Что-то Похожее Он Ее Взял Потом Ее Американизировал И Получилось Что-то В этом Родине Значит Вторая Фигура Которой Хочется Рассказать Вот Это то Максим О чем Вы спросили Вы сказали Что у Этих Не может Быть Чувство Справедливости Похуже Похуже Чувство Справедливости Может быть Может быть Сергей Васильевич Зубатов Молодой Человек Что Называется Благородных И Возвышенных Умонастроений Закончил Обучение Чиновникам Мелким Работает И для души А также Ради небольшого Прямо скажем Небольшого Заработка Подрабатывает В частной Библиотеке Были и такие В те времена И вот Частная библиотека Передовых Взглядов Женщина Содержит Он потом На ней Женится Значит Туда Приходит Естественно Молодежь Передовых Взглядов Им Известно Что если Попросить Назвав Правильные Слова То помимо Того Что открыть Стоит На полках Есть еще Коя какая Литература Которая На полках Не помещается По ряду Причин Да Вот И можно Ее получить Почитать Можно встретиться С другими людьми Которые Ее читали Можно Можно Все Обсудить И вот На нашего Зубатого Находится Еще один Такой Талантливый Вербовщик Который Вызывает К себе Сначала Напугает До влажных Штанов А потом Чаек В хорошем Подстаканнике А что же Вы Батенька А неужели Вы не видите Что мы С вами В принципе Мыслим Одинаково Что вы Думаете Нас Жандармских Офицеров Не беспокоит Коррупция Не беспокоит Злоупотребление Не беспокоит То что У власти Находятся Часто Недобросовестные Люди Давайте Вместе Голубчик Как звучит Соблазнительно Да Ира Я чувствую Я вижу Блеск Ваших Что вы Почти согласны Ира Да Почти уговорили При этом Я-то Повторяю Только Напросто Как Просто Напросто Как третисортный Провинциальный Актер То что Люди Изобрели Представьте Если бы еще не эта уютная студия Камера Это знаете Декорации Не надо Со счетов Скидывать Одно дело В сукнах Сыграть спектакль А другое дело В декорациях Большим мастером Изготовленных Да И Зубатов Вот правда Не знаю искренне или нет Но похоже Что искренне Похоже По дальнейшим Его действия Зубатов Как же так Да Черт Они же действительно Меня обманули С этой библиотеки Я-то думал Что я служу Значит добру Там России Прекрасной России Будущего А вон А что они Злодеи А ему Говорит Да Я с вами Я ваш Да Но только Батенька Не думайте сразу Что вам Погоны На плечи Да Там Удостоверение В карман В карман И все Прочее Бляху Так Нет Надо сначала Доказать Вот это вот Конечно То что надо Доказать Это еще одно Это то о чем Давлатов В зоне Так ярко Пишет Да Что вот По разные стороны Колючей проволоки Одно и то же Да Надо доказать И Зубатов Оказывается На провокационной Секретной работе Потом он станет Официальным Чиновником Иногда даже Пишут офицером Нет Он никогда Не носил Погоны Он всегда По штатскому Так сказать Ведомству Числился Но это не важно Важно Что он Выдаст Несколько Значит Революционеров И потом Будет писать Не кому-нибудь А знаменитому Охотнику За провокаторами Владимиру Львовичу Бурцеву Шерлоку Холмсу Русской революции Будет писать У них будет Такая очень странная Переписка Бурцев его Вербануть Пытался в письмах Уже после отставки Зубатова Голубчик Пишите мемуары Пишите Пишите Это не должно пропасть Пишите мемуары А у Бурцева Ваши слюни текут Да Он же Ищет Вот эти Крупицы Информации Они же В основном К нему Приходят Из охранки Все его Знаменитые Разоблачения Просто он В нужное время Нужному человеку Умеет задать Нужный вопрос В чем его талант Вот в этом В первую очередь Ну и в бультерьерской Хватке Разумеется Вот Но Бурцев Студно это вспоминать Становится Становится Одним из руководителей Московского охранного отделения А напоминаю Охранное отделение Это Еще один вид Специализированной полиции Да Был департамент полиции Он занимался Там безумным количеством Вопросов Продессанитарного контроля Поддержание Плиток и бордюров Плитки и бордюров То есть сегодня Этим бы занимались Чины Так сказать Полиции Вот И вот Есть Сыскное отделение Возникшее там В 80-е годы Есть охранное отделение Вот он Московская охранка И вот он Выходит с совершенно Гениальным проектом Который доказывает Что он тоже художник Как и Лепранди Вот Понимаете Дешевый карьерист Он что делает Он рубит палки Вот ему нужно Нарубить Некое количество палок Для того Чтобы получить Очередную звездочку Старшего опера И так далее Вот он тупо Рубит эти палки Ловит студентов Да Так сказать У кого попроще А художник Он же вглубь Он же пытается За Причину болезни Ухватиться А не за какие-то Поверхностные симптомы Вот у нас Растет рабочее движение Вот В этом рабочем движении Все больше и больше Начинают проявляться Революционеры Заканчивается Зубатов это почувствовал Заканчивается Период народной воли То есть Такой законспирированной Организации Которая работает Одна Вне связи С теми Для кого она Типа работает С Недовольным народом Нет Появилось новое поколение Которое пошло В массы Которое создает Рабочие кружки Пишет для них Упрощенное изложение Капитала Других Так сказать Революционных Идей Надо этому Что-то противопоставить И Зубатов Изобретает Свой марксизм Нет Легальное Рабочее движение Он изобретает Гениальную вещь Она до сих пор Используется Вовсю И мы наблюдаем Это легальное Рабочее движение Я наблюдаю Живя неподалеку От Лужников Просто иногда В режиме Реального времени Зубатов Изобретает Легальное Рабочее движение Только в отличие От нынешних Которые там По три рубля В базарный день Он еще имеет Возможность Найти идейных Ведь идея Это какая красивая Давайте Полиция Будет не только Хватать И бить А наоборот Станет В глазах Рабочих Защитником Их интерес Ведь это Завещал Еще по легенде На самом деле Этого видимо Не было Но легенда Эта в жандармском Корпусе Просто вот До сих пор По-моему Передается Из уст в уста Хотя Жандармского Корпуса Вроде нет И вообще Все что я Рассказываю Напоминаю Абсолютно Оторвано От нынешних Реали Что когда Государь-император Николай Павлович Учереждал Третье отделение Он Генералу Александру Христофоровичу Бенкендорфу Вручил Белоснежный Платок С наказом Утирать Этим платком Слезы Обиженных И страждущих Вот давайте Полиция Через почти Сто лет После наказа Наконец Этим займется Фабрикант Лютует К нам В полицию Мы его Окоротим Мастер Руки Распускает К нам В полицию Фабричная Инспекция Ничего не может Они взяточники Все К нам В полицию Министр Внутренних Дел Василий Константинович Фон Плеви Ну Категорически Всего этого Воспринимать Не хотел Голубчик Вы бредите Ну нет у нас Никакой Организованной Революции Есть отдельные Кружочки Смутьянчиков Вот вы Эти кружочки Должны Выявить И позакрывать Чертую матери А народ У нас Православный Царя батюшку Любит В общем Дудел Как будто Он преподаватель Теории Официальной Народности В провинциальной Семинарии Но Умный человек Мешать не стал Тем более Что у Зубатова Были серьезные Покровители Подкорки Ему разрешили Эксперимент Провалили Этот эксперимент Провалили Отчасти По тупости И ревности О как Зубатов Попер Со своими Дрессированными Да Вот Надо бы ему Свинью Подложить А подложить Свинью Всегда же Просто На какой-то Согласованной Демонстрации Кто-то Сдуру Красный Флаг Вытащил Да Кто-то Там Заорал Долой Царя Заполошный Идиот Да Все это Фиксируется И все это Отсмотрите Вот смотрите Зубатов Растит своих Они вроде как Ручные А зубки То у них Влез он В интригу Против Плевия Но вот этот Вот тупой Его бесил И он Встретился С умным С Сергеем Юльичем Витте А Витте Просто Кушать не мог Так Его раздражало Присутствие Плевия На ключевом Посту Министра Внутренних Дел Составили Они некую Конспирацию Естественно Стукнули Добрые люди Естественно Плевия Зубатова Просто Размазал Это сам Пройдет Много лет И В феврале 17-го года Узнав Об отречении Государя Императора Сергей Васильевич Зубатов Много лет Живущий Пенсионером На покое Выет в соседнюю Комнату И застрелится Газетку Прочитал Сложил Вышел В соседнюю Комнату И застрелился Это я к вопросу О том Что он Конечно Не Там тоже Были свои Представления Одобрения Очень какие-то Искаженные Но Видимо Они были Ну и конечно У нас впереди История двух Имен Даже не знаю Какое выбрать Ну знаю На самом деле Какое Азеф и Гапон Азеф Вот с Азефом Все на самом деле Очень просто Прочитать можно Безумно много Всего написано Но для тех Кто не хочет Вот рыться В академической Литературе А кому Интересно Прочитать Что-нибудь Вполне Достоверное Но при этом Высокохудожественное Я рекомендую Исторический очерк Марка Алданова Который так Называется Азеф А дальше Если вам станет Еще интереснее Дальше вы без труда Найдете Как это все Углублять Но вот Азеф Это классический Пример Авантюриста На чем именно Его завербовали В Берлине Он учился Там на инженера Было на чем Завербовать За ним было Уголовное Абсолютно Уголовное Дело Тянущееся Из России Кража Но даже Если его Вербовали На страхе Он конечно Шел на Контакт Сам Он то что Называется Инициативник Что Вот это Классический Пример Авантюриста Да Азеф любил Деньги Да Азеф любил Рестораны Да Азеф любил Красивых женщин Которых он предпочитал Покупать А не о чем Какие-то банальности Вы говорите сейчас Алексей Валерьевич Можешь подумать Тут присутствующие В студии Не любят Конечно Ну не знаю У меня Максим На подозрении С тех пор Как я узнал Что он не ест мясо А зачем тогда Жить Любовь к ресторанам Отпадает Да Подумал я Зачем Ну вот Шучу конечно Вот И Но Безусловно То как Азеф себя вел Это вот именно Острое наслаждение Отхождение По лезвию Бритт И конечно Особый Смак Это получать 500 рублей В месяц От жандармского Управления От политической Полиции Директор 600 Получал Примерно Агент 500 И при этом Водить И их за нос Тоже Вот то что он Водил И революционеров И своих Кураторов То что он Выдавал Революционеров А с другой стороны В некоторых Случаах Не выдавал И очередной Так сказать Обреченный Взрывался Или Его находила Пуля Азеф потом Говорил Вы сами Виноваты Вы поздно Меня предупредили Я не успел А в этом случае Я просто не мог Потому что Тогда Они быстро Сложили бы 2 и 2 И стало бы Понятно Что я История Информации Но С кем я хотел Бы закончить Я хотел бы Закончить Гапоном Потому что Вот что Хочешь Делай Вот Лоб Разбей Вот Напиши Десятки Книг Разной Степени Популярности И толщины А народ Как в свое Время Из краткого Курса Взял Провокатор Поп Что в мозгах В сердцах В сердцах Талон Талон Честолюбец Но Таких Таких Людей В политике Много Причем Не знаю Где больше В правящей Или в оппозиции Думаю Что примерно Поровну Потому что Это не имеет Никакого отношения К политической Позиции Это личностное Качество Вот Гапон Видел себя Трибунам И вождем Он был Аскет Он был Равнодушен К роскоши К комфорту К большинству Тех удовольствий К которым Был так Неравнодушен Азеф Но Он ревновал Он ревновал К проповеднической Славе Анна Кронштадтского Он ревновал Один раз Кто-то Сострил Георгий Александрович Ну смотрите Вот у французов Наполеон был А у нас Гапон Такая рифма Примитивная На что Гапон Совершенно Серьезно Скал Ну подождите Типа у меня Еще время Есть Может я еще Явлюсь С новым Наполеоном У него Явно Совершенно Вот эта Вот идея Вождиская Сидела в голове Но он Конечно Организовывая Вот эту Самую Рабочую Демонстрацию Не то Что не собирался Привести Под Залпы Военных Людей Наоборот Ему в голову Не могло прийти Что эти дубины Доведут до этого Дубины Это те Кто будет Отдавать Приказ Стрелять Но То-то и оно Что в этой истории Дубины Везде Понимаете Вот до сих пор Я не могу себе Представить Вот кем Нужно быть Сегодня Повторюсь Сегодня Тратятся День И усилия Лужники И вот тут Как красиво Вот они Все Людским Широким Потоком Выливаются На дворцовую Площадь Царь Бачка Выходит На балкон Что Обижают Вас Чадо Мои Возлюбленные Народ Встает На колени Поет Боже Царя Охрани Да Государь Обижают Да Что Вы Вот Я уже Им Народ Ложится Просто Плашмя Поет Боже Царя Охрани Только Теперь Заду Наперед Да Вот Ну Нету Первого Канала Чтобы Это Все Снять Ну Там Я не знаю Газеты Есть Уже Все Это Вот Надо Было Так Все Это Пропуделять И Вызвать Первую Русскую Революцию Сюда Потом Гапона Будет Мотать Он К революционерам Побежит То Все Но Вот Это Ровно Доказательство Того Что Он Просто Охренел Слушайте Ребята Да Вы же Вообще Работать Не Умеете Ну Как С Вами Иметь Дело Я Искренне Поверил В то Что Вы Действительно Хотите Рабочим Людям Быть Застопниками И Я Готов Быть Посредником Да Ведь он себя Предлагает Не в качестве Провокатора Не в качестве Агента Он себя Предлагает В качестве Важнейшей Ценнейшей И совершенно Открытой Нетайной Детали Вам Нужен Коннект Вот Я Я и Рабочим Свой И С вами Буду Разговаривать Уважительно И с Пониманием Да Ну С этими Людьми Невозможно Иметь Невозможно Это Кстати Говорят Я говорю Тем Кто Нас Слушает По Долгу Службы Ребят Перечитайте Это Дело Перечитайте Вот Если У вас Вопрос Вы Такой Хороший Вербовщик Я вам Скажу Алексей Валерий Нет Ир Вы Знаете Я Могу Это Сыграть Ну Ира Ну Что Вы Я могу Это Сыграть Для Публики Но Это Ж Нужно Это И Говорит О Вашем Таланте Вы Прекрасно Справились А без Публики Я Не Могу Я Сразу Начинаю Мычать Голубчик 200 Рублей В месяц Подумайте Еще Премиальные До Секретного Фонда Неподотчетного До Производства В штаб Рот Кого Обманывается Алексей Валерий Себя Мы Сегодня Говорим О Людях Которые Некоторые Из них Вот я Вчера Погорячил Скал Да Все Они Мерзавцы Нет Это Преувеличение Хотя Немалая Часть Конечно Может быть Так Атестовано Но Кто-то Из них В общем Достаточно Случайно По меньшей Мере Один Такой Персонаж Сегодня Будет А Кого-то Судя по Всему Вообще Не Бало Потому Что Когда Мы Говорим О том Как Как Создаются В основном Тоталитарными Режимами Но Не Обязательно И Тоже Будет Сегодня Пример Режима Вполне Демократического Который Что Называется Оскоромился Когда Создаются Вот Такие Мученики Фигуры Новых Святых Я хочу Сказать Что Это В данном Случае Не Преувеличение Об этом Пишут Многие Ученые Которые Занимаются Этим Серьезно Занимаются Этим Как Исследователи Темы Что Конечно В основе Всего Этого Лежит Христианская Агеографическая Традиция Традиция Написания Житий Святых Люди Которые Этим Занимаются Не Не как Богословы А как Светские Ученые Религиоведы Вот Они Выделяют Несколько Шаблонов Этих Самых Агеографий Вот Есть Житие Такого Типа В нем Обязательно Такие Элементы А вот Есть Житие Такого Типа В нем Обязательно Такие Элементы Это Понятно Потому что Есть Разные Святые Есть Святые Мученики Принявшие Мученическую Смерть За веру Есть Воины Которые Разный Тип Соответственно Разная Будет Земная Жизнь Так вот Интересно Что одна Исследовательница Например Изучила Биографии Советских Пионеров Героев И Насчитала Шесть Вот этих Самых Шаблонов Да Всегда В основе Будет Некое Безгрешное Детство И некое Праведное Комсомольское Или пионерское Йоность Сколько Ее Там Хватило А дальше Вот так Сказать Структура Подвига И вот Эта Структура Подвига Ветвится На шесть Типов Которые Укладываются Валя Котик Морает Козей Сюда А эти Сюда А эти Сюда Это я к тому Что это все Конечно Схема И еще одно Подтверждение Того Что это Явление Именно Не какие-то Одноразовые Прорывы Фантазии Отдельных Людей А это Именно Социальное Явление Свидетельствует То что Оно Архетипизирован И я хочу Напомнить Я думаю Что подавляющим Большинству Наших Слушателей Это Литературное Произведение Хорошо Знакомо Это Орэлловские 1984 Где собственно Говорят Составляет Важную Сюжетную Линию Романа Главный Герой Романа Сотрудник Министерства Правды Уинстон Смит В задачу Которого Входит Переписывать Уже Опубликованные Газетные Статьи В соответствии С Изменившимся Моментом Вот он Так сказать Побочным Неким Образом Изобретает Фантастического Человека Человека Которого Никогда Не было Некого Товарища Агилви Который Вел Патриотический Добродетельный Образ Жизни В возрасте Трех лет Отказался От всех Игрушек Кроме Барабана Игрушечного Автомата И вертолета Да В шесть лет Вступил В молодежную Организацию Все как надо Вот я и говорю Потом выдал Своего дядю Полиции Потому что Там подслушал Какой-то Идеальный гражданин Невосторженный Разговор Потом вступил Уже в более Взрослую Молодежную Организацию Сам Сам Смастерил Ручную Гранату Которая Там была Принята На вооружение Ну и В итоге Как и положено Принял В 23-летнем Возрасте Героическую Гибель В ходе Боя С противником Вертолет Помните Он в детстве Отказался От всех Игрушек Кроме В том числе Вертолет Вот он Летел На вертолете Его Попытались Перехватить Истребители Противника А он Снял С турели Пулемет Засунул Под куртку Важные Секретные Документы И прыгнул С вертолета В открытый Океан И там Значит Погиб Но Спас Секретные Документы Не допустил Попадания Оружия В руки Врага Вот такой Совершенно Так сказать Образцовый Этот сам Вот Я просто Помню Когда я читал 1984 Это был Ровно Момент Когда Образовывалась Авиакомпания Победа А там В самом начале Если помните Как раз Все называется Победа Грубо говоря Жилой комплекс Называется Победа Кофе Называется Победа И так далее В честь Какой-то Победы Я подумал Ой-ой-ой Как похоже Узнал бы я Как потом будет развиваться Да, простите Я думал Максим Вы сейчас скажете Я когда дочитал До этого момента То решил стать Профессиональным Журналистом Нет Это было позже Позже Прочитали Или позже Позже Прочитал Хорошо Это называется Алиби Значит Вот Но дело в том Что Орел же Это не Выдумывал Да Он Гипертрофировал Взятые Жизни И вот Я вам обещал Привести пример Когда Подобного рода Деятельность Можно встретить Не обязательно В практике Тоталитарных Государств Для которых Она абсолютно Естественна И там просто Во всех Без исключения Мы что-нибудь Похожее найдем Ну вот например Во время Первой мировой войны Совершенно Замечательно Оскоромилась Британская Пресса Которая Создает Пропагандистский Миф О распятом Солдате Как положено Значит Есть конкретика Да Так сказать Город назван Дата названа Вот знаменитое Сражение На Ипре Знаменитое Благодаря тому Что там были Применены Значит Отравляющие Вещества Да 24 апреля 1915 года Значит Немцы Взяли в плен Солдаты Из канадского Корпуса Который воевал В составе Британских сил И значит Распяли его То ли на дереве То ли на заборе И дальше Об этом идут Заметки Причем Начинается Все сначала С каких-то Локальных газет Потом Главный калибр Бабахает Таймс Выпускает Статью Которая Называется Torture For Canadian Officer Пытка Канадского Офицера Затем Появляется Скульптор Который Вдохновляется Этой историей И который В 18 Году Уже Накануне Победы Значит Исполняет Бронзи Памятник Затем Этот памятник Устанавливается Но Правда Через определенное время Немцы Поднявшие голову Попросили А нельзя ли Доказательства Ну хоть какие-нибудь Ну вот буквально Нет ли Пруфа Киньте ссылочку И в результате Предъявить Оказалось Нечего Потому что Выяснилось Что ничего Похожего Никогда Не было И пришлось Эту скульптуру Убрать И иногда Использовать Уже как Артефакт Других Выставок Как пример Того Как пресса Иной раз Создает Вот такие Вот Значит Совершенно Не имеющие Отношения К реальности Мифа Другой пример Из области Того же самого Нашего Пионер-геройства Идет дискуссия Она продолжается По сей день О том Существовал ли Один из самых Ранних Пионеров-героев Значит Мальчик Гриша Акопян Который Вот якобы Тоже был убит Там Так сказать Врагами Советской власти За свою Пионерскую Праведность И вот Совершенно Непонятно Я глубоко В эту историю Не залезал Но по крайней мере Есть версия Что это тоже Сконструированная Фигура Что этого не было Хотя вроде как Есть и аргументы В пользу того Что это реальный человек И действительно По крайней мере Что-то похожее На ту историю Которая В пионерской прессе В 30-е Рассказывалась Что-то похожее Происходило Ну вот возьмем Давайте Историю Самую знаменитую Наверное Самый яркий Пример Использования Вот таких вот Образов Мучеников Именно детей Советской пропаганды Историю Павлика Морозова Постоянный слушатель Вашей программы Феноменальная память Я знаю Не, Ириш А дело в том Что мы готовимся С Сергеем Бунтманом К торжествам На следующей неделе На следующей неделе 9 лет не так А вот этого Исторического процесса А передача Про Павлика Морозова Была то ли второй То ли третьей Я потому так уверенно сказал Но дело в том Что совсем недавно В программе Дилетанты Пару месяцев назад Тоже была передача О Павлике Морозове С Виталием Демарским Потому что В одном из Недавних номеров Дилетантов В рубрике Процесс Была посвящена Этому статья И вот соответственно Мы с Виталием Научим О некоторых Связанных с этой статьей О вещах Говорили так Что в общем Найти не сложно Тем кому это интересно Что понятно на сегодня На сегодня понятно Что Павлик Действительно был Что он действительно Был убит Скорее всего Теми Кто был В конечном итоге Осужден за его убийство То есть его родственниками Его двоюродным братом Его родным дедом При этом видимо Действительно Какую-то Пособническую помощь Оказывала его родная бабка Но В чем сегодня Тоже мало сомнения Это в том Что Реальная причина убийства Это внутри Семейные Чудовищные Совершенно Взаимоотношения Вот в этой семье Морозовых Замешанные На ревности Замешанные На подлости На предательстве Замешанные На болезненнейшем Для крестьян При любой Власти Вопросе Дилижа Земли Замешанные На каких-то Там соседских Вот этих Вот взаимоотношениях Жертвами Чего станут Два Мальчика Один подросток И один совсем Маленький Младший брат Павлика Вот Но Советская власть Как раз В это время Считает для себя Чрезвычайно важным Придать этой истории Политическое звучание В результате Мы получаем То, что мы получаем Мы получаем Мальчика Который Был убит Врагами советской власти За то, что он Активный Друг советской власти За то, что он Выполнил свой долг Пионера За то, что он Доложил Значит Про своего отца Занимавшегося Неблаговидными делами Это все Скорее всего Не имеет Либо вообще Никакого отношения К действительности Либо имеет Очень отдаленная Соответственно Фантазия пропагандиста Алексей Валерьевич Тут я вам скажу То бензин А то дети Одно дело Когда Действительно Человек не успел Прожить много И его канонизируют А другое дело Когда человек успел Натворить такого Что ого-го А его все равно Канонизируют Ну Вы знаете История Любого революционного Движения Такими примерами В общем-то Полна Да И Если покопаться В биографии Людей Которых потом Всячески Превозносили Как Рыцари без страха И упрека Мы там много Что обнаружим Это касается И биографии Якова Сверглова Да Так сказать Который Один из ранних Советских святых Потому что Умер вскоре После там Октябрьской революции Прожить Год с небольшим Это касается Биографии Дзержинского Портрет которого Как я сильно Подозреваю До сих пор Украшают стены Все больше Украшают И столы Известных кабинетов Да Так сказать Вот уж Без страха и упрека Железный Феликс Аскет Так сказать Безупречный Рыцарь революции Тоже Много чего Всякого Там и по части Жестокости И по части Значит Карательных акций Можно узнать Да и В личной жизни У Феликса Ну что ж там Неважно Сейчас не об этом речь Понимаете Чем Привлекает Тема Именно детей Юношей Потому что Она Имеет Самый большой Разрушительный Потенциальный эффект Потому что Она адресована Детям и юношам Да Понимаете Пример Павлика Морозова Рассчитан на воздействие На детей Пример Там Виталия Боневура Кто помнит Там Канонизированный Советской историографией Участник Партизанского И подпольного движения На Дальнем Востоке В Гражданскую войну Был очень неплохой фильм С Львом Прыгуновым И другими хорошими Актерами В главной роли Году в 70-м По моим представлениям Сняты Вот То есть Для старшего поколения Памятная фигура Или там Сергей Лозо Скажем Да Тоже молодой человек Ему 30-ти не было Когда он погиб Вот Вот это Так сказать Это работает На определенный слой Это на юношу Обдумывающему житье Решающему Делать жизнь С кого Да Вот Ставщик Держинского Но Ставщик Держинского Там не все юноши Делать жизнь С кого Да Да Ну а Маяковский Был мастером Такой Неожиданный рифм Вот Поэтому мне Может потому что я Бывший школьный учитель Мне кажется что это Особенно деструктивный миф И конечно Самый Такой яркий Концентрированный Пример В сотворении Вот этой вот Ангельской Когорты Маленьких Мучеников Это конечно Нацистская Германия Тут мы находим Так сказать Хотя режим Просуществовал Всего 12 С небольшим Лет Да Но за это время Он успел Наплодить Целую Когорту Вот этих Мученических Ангелов Первого Второго И третьего Порядка Какие-то имена Нам хорошо Известны Например Я думаю Что большинство Тех Кто интересуется Хоть как-то Историей 20 века Знают имя Хорста Весселя Ну в первую очередь Благодаря той песне Которая Так сказать С ним Ассоциируется Да Может быть О самом Хорсте Не так хорошо известно Так вот я рассказываю Значит Это молодой человек Который Пришел В штурмовые Отряды Еще до того Как Значит Нацисты Пришли к власти Собственно говоря Он погиб Еще до этого Да За три года Ровно Вот Был там Чрезвычайно активен Хотя Никакого В общем Такого образования Литературного У него нет Но он Начал писать Стихи Собственно говоря Вот Рождается его Стихотворение Позже положенное На музыку Которое Становится Таким вот Партийным Гимном Гимном НСДАП Выше знамена Ряды Плотно Сомкнулись СА марширует Спокойным Твердым Шагом Ну и дальше Там идет Поэзия Примерно Такого же Качественного Направления Вот А дальше Значит Он погибает Погибает В результате Стычки С членами Радикальной Коммунистической Организации Был такой Союз Красных Фронтовиков Который Собой По сути Представлял Те же Штурмовые Отряды Только Компартии И вот там Значит Группа Товарищей Из этих самых Союза Красных Штурмовиков Пришла К нему На съемную Квартиру Вытребовала Выстрелила В него Ну и в конечном Итоге Его убили В результате Чего Его начинают Всячески Так сказать Превозносить Как героя Мученика И так далее На самом деле Там очень любопытная История История заключается В том Что Хорст Нас Вессель Разочарованный Несколько В том Что товарищ Гитлер Генос Начал Слишком Откровенно Заигрывать С крупным Капиталом Его там Начинают Всячески Обхаживать Круппы Тиссены Флики Именно Они его По сути Будем Называть Вече Своими Именами И приведут В 1933 К власти Как скажет Гинденбург Я не мог Не отреагировать На письмо Подписанное Двумя Миллиардами Марк Так вот Значит А он Принадлежал Вессель К такой Левой Фракции Внутри НСДП Что нет Мы действительно Рабочая Организация Мы действительно Защитники Прав Трудящихся И он Потихонечку Начинает От партийной Деятельности Отходить Тем более Что в это время Он человек Молодой Он познакомился С девушкой Девушка Так сказать Познакомилась С ним Они решили Вместе Снимать Квартиру Вот Девушку Звали Эрна Яники И она Была Бывшей Девушкой Легкого Поведения Ну История умалчивает То ли поведение Утяжелилась То ли Так сказать Еще что Но он Ее полюбил Чистой Значит Арийской Любовью Они у Некой Почтенной Вдовы Сняли Квартиру И довольно Быстро С ней Поцапались Уж Неизвестно Кто там Был Больше Виноват Вдовали Но Покойный Муж Ныне Здравствующей Вдовы Был как раз Активным Членом Вот этого Союза Красных Фронтовиков Вдова Пожаловалась Товарищем Товарищи Зачесались Кулаки И они Пришли Этому Самому Молодому Гаденышу В их Представлении Начистить Рыло И вдруг Один из них Они уже Приступили К начистке Рыло Не собираясь Идти дальше Судя по всему И вдруг Один из них Выхватывает Револьвер Ты че с ума сошел Интересная вещь Человек Потом будет признан Естественно Убийцей Его приговорят К шести годам Тюрьмы А потом Когда нацист Придут к власти Они всех участников Этой операции В тюрьме Убьют Так вот Выяснилось Что этот человек Член активный Союза Красных Фронтовиков Он По партийным Убеждениям И по Организационной Принадлежности Член коммунистической Партии А по профессии Жить то надо чем То он сутенер И он с девушкой Имел какие-то Отношения До того Профессионального Типа До того И похоже Похоже У него был свой счет К этому самому Хорсту Понимаешь Швейцарю Он Счел Что тот у него Значит Часть работы Увел И вроде как Чтобы показать Пример остальным Чтобы неповадно было Поскольку в его профессии Это очень важный момент Нужно демонстрировать Что вот этот участок Он находится Под охраной Вот Естественно Это все В нацистские времена Как вы понимаете Не особенно Разбиралось Понятно Могила на кладбище Место паломничества В члены Гитлер-Йогенда Будут принимать На этой самой могиле Наиболее передовые Все понятно Еще красивее Другая история Человека Про которого у нас В общем Почти ничего не известно Ну то есть Желающие найти Найдут конечно Но вот как-то На слуху Его имя Даже когда речь идет О нацистской Германии Особенно не находится Это некий Ханс Майковский Вам что-нибудь говорит? Нет Нет Вот И ничего в этом стыдного нет Действительно У нас практически Вот этот эпизод На обочине Вот этот самый Ханс Майковский Абсолютно тоже С молодых ногтей Убежденный Значит Сторонник Нацистской партии Его в свое время Из школы Из частной Выгнали Потому что Он там всякие Антисемитские Значит Пытался в жизнь Проводить Практики В результате В 1926 году Когда еще казалось Вообще Нацистам Ничего не светит Он становится Первым Знаменосцем Берлинского Отделения СА То есть Это вот такой Штурмовик Штурмовик Из ветеранов Движения Значит В 29-м Он организует Свою собственную Организацию Которая Вливается В СА В 31-м Его делают Командиром Большого Отряда Так называемого Штурма Причем Самого Что ни на есть Столичного Ребят Вы в этом районе Где он Значит Трудился На благо родной партии Я думаю Бываете каждую неделю Это Шарлоттенбург Ну Вчера вечером Там побывала Я нет Но вообще Стараюсь не заглядывать Вы знаете Что его сейчас Называют Шарлоттенград Почему Там много русских Там почти Все русские Вот Там трудно Найти не русских Понятно Ну так вот Его подвела Тоже география Районирования Берлина Значит Дело в том Что 30 января 33-го года У его Единомышленников Был большой праздник Да Ихний вождь Фюрер Адольф Гетлер Был привезен Присяге В качестве Рейсканцлера И по этому поводу Состоялся факель ЦУК Значит Шествие с Зажженными факелами На которое Значит Эта организация Была Большие мастера И дальше Он решил Проявить инициативу Хотя сценарием Это не Предусмотрено И Когда уже Они расходились Вот его отряд Парадным маршем Уходил с этого самого Факель ЦУГа В нарушении Согласованного Маршрута Он решил Пройти Через этот Самый Шарлоттенбург Не знаю Как сейчас И расскажите Тогда В основном Население Этого Берлинского района Составляли Промышленные Рабочие Значительная часть Которых Была симпатизантами Коммунистической Партии Германии Ой, ну нет Нет Сейчас Это совсем Другое Сейчас там Совсем Другое Коммунистическое Привязку Его Был убит А вообще Жертв было Немного Был убит И этот Самый Наш Герой Его Естественно Канонизировали Его Естественно Значит То же самое Пионеров В смысле Этих самых Гитлерюгендовцев Принимали На его Могиле А потом Уже После Войны Уже В 50-е 60-е Годы В результате Неких Осторожных Негласных Расследований Как обычно Начавшихся С того Что журналисты Нашли Человека Который Что-то Видел Помнил Потом К этому Подключилась Прокуратура И так далее Выясняется Замечательная История Похоже Что выстрел Который Закончил Славную И короткую К счастью Жизнь Этого Самого Орла Произвел Его товарищ По партии Совершенно Прицельно Не случайно Дело в том Что наш Герой Был один Из таких У штурмовиков Таких было Много Из таких Ревностных Кулаки У него Чесались Ему все Дело Хотелось А в этих Кругах Был очень Непопулярен Геббельс Геббельса Считали Предателем Вот он Ненастоящий Революционер Вот он Среди тех Кто готов Продать Наше Рабочее Движение Вот этим вот Плутократом Денежным мешкам Жирным котам Ну и наш герой На каком-то там Сборище Скал Да ладно Да я его сам Своими вот этими руками Только поручите мне Я убью этого предателя И похоже Что Геббельсу Рассказали Что Геббельс Знаешь Вот есть горячий Парень такой Вот А Геббельс же Человек В общем-то В своей профессии Не последний Да Вот по части И рыбку съесть И косточкой Не подавиться И Целое стадо зайцев Одним Значит Залпом Это он большой специалист В результате Что мы получаем Мы получаем Тело пригодное Для канонизации И мы получаем Спокойный сон Парта и Геноса Геббельса Который Вот Теперь может спать Хотя бы в полглаза А раньше Даже в пол не мог Да Вот такие вот Бывают Случаи канонизации Ну и конечно История была бы неполной Если не рассказать Случай китайский Как вы понимаете Китайский случай Он Особенно Колоритен Я помню Как Когда я поступил В институт Наш курс Был первым На котором Обучались Студенты Северной Кореи То есть мы с ними Первыми столкнулись Ну там было множество Всяких уморительных вещей В частности Они среди нас По разнарядке Своего посольства Распространяли Журнал Кореи Сегодня Ой Знаменитый журнал Кореи Думаю Что они писали Восторженные отчеты О том Какой сердечный прием Находит журнал Советских студентов Что мы буквально У них их выхватывали Когда там Подходило начало месяца Мы уже начинали Их теребеть Там пока А вот когда будут Эти самые журналы Поэтому они наверняка Писали что-то А что вам больше всего Нравилось в этих журналах Алексей Валерий Вы знаете что Вот такое Такое простодушие Вот товарищ Киммерсен Посетил Значит Фабрику Птицеводческую И яйценоскость Прямо при нем Выросла на 27% Знаете Как упор Ну что-то как-то Сейчас медиа Не дорабатывают Российские Зря А если ты почитаешь Российскую газету Как она пишет ОСИ А пишет она ОСИ продолжает Писать примерно Реально так и пишут Про СИ Так и пишут В российской газете Может быть им помогает Пресс-бюро Китайского А то мы речь Буквально Они стесняются Это указывают А кто поручит Они же не умеют Правильно писать Не умеют Я понимаю Китайских товарищей Так вот Кстати говоря Россия СИ СИ Глубокий смысл Надо выделить Заглавными буквами Да Там надо еще Посмотреть Каким иероглифом Этот СИ пишется Потому что В этих иероглифических Языках Могут Слишком сложно Неожиданности быть Потом какие-нибудь Либералы Вроде нас с вами Раскопают Нехорошо получится Так вот Товарищ Лей Фен Родился В бедной Крестьянской Семье Близь Близь Народами Народной Освободительной Армии Китая Стал сыном Полка Стал пионером Вступил в Китайский Коммунистический Союз Молодежи А дальше Он прославил Себя тем Что каждую Секунду Своей жизни Помогал Кому Нибудь Вот он Закончив Работу Оставался Помочь Рабочим Пришедшим На следующую Смену Пока Он засыпал На рабочем Месте Чтобы Слегка Отдохнув Опять Это самое Он был Таким Вот Тимуровцем Ходил Помогал Там Пожилым И так далее В общем Везде Где Требовались Рабочие Там Помните Как Операции Домостроительный Комбинат Я Вот Лей Фен Был Вот такой Вот я Вот Ну а Потом Значит Он попал В армию Служить Срочную Службу Там Тоже Естественно Зарекомендовал Себя Значит Образцовым Солдатом Вот И погиб В результате Несчастного Случа Он служил В автомобильном Батальоне Ну и что-то там Случилось И он Значит Скончался Вот А после его смерти Был обнаружен Личный дневник Который стал Бестселлером В Китае И обязательным Чтением И в школе Его изучали Потому что Весь он состоял Из слов Благодарности И клятв Верности Воспитавшей его Матери Партии Так вот Сегодняшние Следователи Осторожно Значит Высказывают Сомнения В том Существовал Ли этот человек Когда-нибудь А другие Говорят Человек-то Наверное Существовал Имя-то Такое Наверное Было Но вот Биография Конечно Сочинена А как я Прочитал В статье Одного Российского Журналиста Долгое время Проработавшего В Китае Каждый раз Когда он Про этого Человека Заговаривал С китайцами В частной Неофициальной Обстановке Они начинали Ржать Ничего удивительного Примерно Такая же Реакция В свое Время У нас Была На трилогию Товарища Брежнева Малая земля Возрождение Целина Потому что Нас Ими Пичкали Мы их Сдавали Мы их Конспектировали Мы начинали Ржать Когда Эта тема Возникала В неофициальной Обстановке Дорогая Ира Да Обратила ли ты Внимание Как красиво Закольцевал Композицию Так сказать Алексей Валерьевич Как он начал С 1984 С вымышленной Биографией И закончил Уже 1984 Пример Уверен Что в 1984 Это тоже Как раз Было актуально Я вам хочу Сказать Что Напомнить Слова нашего Великого Без малейшего Привлечения Сатирика Михаила Михайловича Жванецкого Который говорил Что в Одессе Сатирику Ничего не надо Выдумывать Окно Открой И записывай То что Звучит на улице Так вот Я вам хочу Сказать Мне кольцевать Ничего не надо Жизнь Все уже Закольцевала Жизнь закольцевала Ну вот вы Сказали очень важную Штуку В ответ На мою Ужасную Вставку Ужасное Обвинение Практически Что же вы К детям Вы расскажите Лучше про настоящих Людоедов Которых Которых Убивали Взрывали Не знаю Там резали Кололи А потом Их канонизировали И вы сказали Что с детьми Гораздо страшнее И вот это как раз Важный момент Мы с Ирой Советскую школу По большому счету Не застали Ирона совсем не застала А я застал Совсем краешком А работала Вот эти вот Истории Про пионеров Героев Работали Действительно Дети плакали Верили Хотели быть Такими Как они Я не сомневаюсь Что до определенного возраста Отдельные дети Плакали Отдельные дети Верили Ну собственно Ребенка Не сложно Так сказать Убедить И ввергнуть В это состояние Но мне кажется Что Ну вы знаете Вот мне У меня сейчас Вспоминается Мне один эпизод Когда девушка Уже студенческого возраста В какой-то нашей тусовке Значит Не помню Почему этот разговор Вдруг зашел Но она с такой Вот убежденностью Марии Спиридоновой Из вчерашнего Нашего Включения Она сказала Вот если бы я там жила Значит В конце 19 века Я бы была С народовольцами Ну знаете С народовольцами Еще туда-сюда Действительно В то время Они были Очень рамортизированы Это как раз Вот это вот Очень неплохая По качеству Серия Пламенные революционеры Где работали Действительно Крупные литераторы Туда Юрий Трифонов Писал Туда Тендриков Писал Туда Писали Олеша писал Писали туда Талантливые люди Поэтому получались Талантливые Неходульные вещи И поэтому В общем И декабристы И народовольцы И даже Некоторыми Фрагментами Большевики В то время Могли До определенного Времени Быть образцами Для подражания Но пионеры-герои Нет Вы знаете Мне кажется Это как-то Все очень быстро Уходило В такой вот Циничный Детский фольклор Не случайно Сюжеты Пионеров-героев В основном И высмеиваются Вот в этих Детских Садистских Стишках Мальчик в деревне Нашел пулемет Да Помните Вот Которые имели Фантастическое Распространение Мы все их знали Километрами Вот это я могу Засвидетельствовать Ну и конечно Это реакция Вот на эти Апоклифы Ну давайте Попросим Нашу аудиторию В комментариях Потом написать Потому что Я представляю Как много людей Посмотрят Это вспомнит Своё детство И потом у вас Я так понимаю В ближайшие Буквально минуты Будет Саша Архипова Которая Вот уж Крупнее специалиста По вот этой Всей социальной Антропологии Очень удачное Название Мне кажется Для этих сюжетов Антропология Вот Более крупного Спасались Просто не найдём Так что Я буду Буду с большим Интересом Слушать Ваши снимки Но мы кстати Будем говорить О доносах В первую очередь И о той волне Которая сейчас Появилась Может быть нам Кстати стоит Что-нибудь На эту тему Через две недели Сделать Что-нибудь сделать Ну как Подбросит жизнь Материал Не сделай Не сделай Тогда уж Мы как известно Правильно Не делаем А не подбросит Так что не сделай Чтобы никаких Ассоциаций Ничего Не было Вот все Забудем Всё это И только тогда Может быть Может быть Дойдём До этой темы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok